Перед основной церемонией беседа о самом важном. Проходя по коридорам Саранского радиотелевизионного передающего центра, глава Мордовии Владимир Волков и генеральный директор российской телевизионной и радиовещательной сети Андрей Романченко разговаривает о цифровом будущем российского телевидения. Иллюминация, тестовые включения которые многие жители Саранска уже могли видеть вживую или в интернете, это подарок нашему городу от российской телевизионной и радиовещательной сети. Ее руководители, глава республики уверены, телебашня отлично впишется в обновленный в преддверии футбольного чемпионата облик Саранска. Наша мачта в Саранске это одновременно и лицо города и лицо нашего предприятия, поэтому мы знали, что Саранск известен как один из самых благоустроенных городов нашей страны и мы старались, чтобы вот эта иллюминация, которую мы здесь монтировали, подчеркивала такой самобытный колорит города. Этот подарок мы получаем за 9 дней до начала чемпионата мира по футболу и здесь мне хотелось бы сказать компании, руководству компании, вам Андрею Ильичу огромное спасибо от всех жителей Мордовии, от всех жителей Саранска. Для того, чтобы вышка засияла, потребовалось почти 2,5 километра светодиодных лент. Всего на ней 75 тысяч маленьких светодиодов и 54 мощных светодиодных прожектора. Саранскую телевизионную мачту в ее новом обличье видно из любой точки города, да что там говорить, даже из-за его пределов. Сценарии архитектурной подсветки, которая на нем установлена, могут меняться в зависимости от дня, недели, праздничной или знаменательной даты, да даже от настроения. Но какой бы из них ни выбрали, можно сказать с уверенностью, столица Мордовии обрела новую и очень яркую достопримечательность. Павел Степаненко, Григорий Денисов. Наши новости.